Виталий Быков, генеральный директор агентства RedKets. Как столько лет заниматься креативом и не перегореть? Так это же наоборот весело. Скорее перегораешь, когда занимаешься чем-то одним. Креатив тебя постоянно развивает. Тебе каждый день дают новые задачи, и ты должен решать нестандартные задачи. Ну, то есть инженерия, креатив, решение каких-то нестандартных задач, оно только тебя развивает и дает, наоборот, психологическую уверенность в том, что ты делаешь что-то интересное. Самый яркий кейс, который запомнился вам за 2018-2019 годы? Через меня прям очень много проходит, и я стараюсь смотреть кейсы на фестивалях, потому что там как бы сразу за тебя жюри какие-то посмотрели. Но я помню, конечно, Каннский кейс про Тайты, где там мужик снимался, как будто бы он в рекламе других вещей. То есть там он в кадре был, как будто бы все пьют пиво, и у него чистая рубашка выглаженная, вот как у тебя, такой он чистенький, и он говорит, это реклама Тайда. И так несколько сюжетов, там, не знаю, с автомобилями, с семьей, и такое впечатление, что это реклама какого-то другого продукта. Он говорит, нет, вот в этой рекламе у всех чистые рубашки, поэтому это реклама Тайда. То есть он говорил о том, что любая реклама, где у людей чистые рубашки, это реклама Тайда. Ну, это смешно, прикольно. Прикрепите это видео к описанию, и все увидят этот кейс. Такие случаи бывали, но, к сожалению, идеи были настолько дженерик, то есть нельзя было доказать, что эти идеи не может придумать другое агентство. Понимаешь, когда тебе клиент говорит, нам другое агентство придумало точно такие же идеи, но они немножко другие, но как бы тема та же, ты не можешь доказать ни в суде, нигде, что это такие же идеи. А мы участвуем в бесплатных тендерах, это наш хлеб, но у нас с каждым годом все больше и больше платных тендеров, и мы постоянно задаем себе вопрос, в какой момент нам надо перестать участвовать в бесплатных тендерах. Но пока ответа на этот вопрос нет, мы просто тщательно выбираем, в каких тендерах нам участвовать. Но вообще мы агентство, которое участвует в бесплатных тендерах, да. Как вы мотивируете и обучаете своих сотрудников? Ну, я честно скажу, что я сторонник того, чтобы человек сам хотел обучаться, и у нас, так как я совладелец школы креативного мышления икра, то у нас есть возможность обучаться на икре для наших сотрудников практически бесплатно. Ну, то есть там какую-то небольшую оплату они должны вносить для того, чтобы они не расслаблялись и была мотивация. Но как бы мы не заставляем учиться людей. То есть если человек сам не хочет учиться, ты его заставить учиться не можешь. Поэтому с обучением у нас вопрос, в общем-то, закрыт. Если человек где-то хочет обучаться, он говорит об этом, мы стараемся сделать так, чтобы он обучался. Первое – это то, что с тобой не хотят встречаться. И, в общем-то, это основной признак, что тендер технический. И если нет жесткого какого-то указания в документах, там у государственной компании такое бывает, что вы не имеете права с подрядчиками встречаться до тендера, типа там это антикоррупционная какая-то история, что если вы вдруг с кем-то там пообедаете до тендера, это значит, что… Но это вообще глупость, потому что вообще на рекламном рынке все друг друга и так знают, поэтому не встречаться до тендера – это очень плохо, потому что ты не можешь передать какие-то эмоциональные связи, акценты, и мы не участвуем в тендерах, в которых клиенты не готовы с нами встречаться. Часто креатив воспринимается как божий дар. Так ли это? Или навык можно прокачивать? Я склонен считать, что все люди креативны, и это довольно банальный ответ. Я склонен считать, что креатив – это приобретенное какое-то качество, и, ну, наверное, надо тут сказать, что мы называем креативом. Не стандартное мышление, да, от какого-то, ну, там, не знаю, обычного какого-то существования, там, не знаю, в роли менеджера какой-нибудь энергетической компании. Вот ты, если в креативном агентстве или в продюсерской компании, то ты креативен, а если ты в ТНК работаешь… ой, ТНК нет, но если ты в Роснефти работаешь, то ты не креативен. Я думаю, что все люди креативны, креативность, она абсолютно точно развивается в любом человеке, и есть некие люди, которые благодаря своему воспитанию, тому, что в жизни они с чем-то столкнулись, или их родители так устроили их жизнь, они приходят в рекламу уже подготовленными к решению различных задач. Ну, там, например, в детстве человека много учили музыке и рисованию, и он все время сталкивался с какими-то творческими задачами, и ему легче адаптироваться в рекламном бизнесе. В 2014 году вы писали, что если на собеседование приходит человек и говорит, что он креативный, хочет работать в такой же команде и получать опыт, вы ему отказывали. За пять лет что-то изменилось? Я вот не могу сказать, что я там писал. Я помню, что я писал, например, такие шутейные посты про то, что если человек пишет, что он раньше в КВН играл в университете, то мы ему отказываем, потому что вот реально очень много людей думают, что если они в КВН что-то писали или придумывали, то они могут рекламу придумывать, это ошибка. Мне кажется, что вообще тут заход не с того, что человек должен быть каким-то креативным. Креативность – это, ну, как бы характеристика, свойства. А нам гораздо важнее, чтобы у человека был опыт, чтобы у человека было желание работать в рекламе, чтобы у человека были какие-то навыки, нужные нам, стандартные достаточно. Это могут быть навыки перевода или знания каких-то языков, нескольких, например. Или у человека была какая-то интересная практика в смежных креативных индустриях, в кино или он в фэшне работал. Вот это интересно. А если человек просто пишет, что он креативен, ну, это ни о чем, ну, то есть сложно, сложно оценить, креативен он или нет до начала работы с ним. Ну, то есть это по такой характеристике, ну, то есть это все равно, что написать в резюме «Я хороший человек». А, ну, если хороший, то да, конечно, мы тебя сразу берем. Ну, то есть креативность и хорошесть человека – это примерно одно и то же для нас. Когда мы говорим, что мы работаем уже в креативной сфере, и все люди, которые у нас работают, должны быть креативны. Поэтому, как бы, мы не берем человека по просто надписи в резюме, что он считает себя креативным. Ну, скорее нам важны какие-то другие доказательства этой креативности, наверное, и какое-то соответствие нашим ожиданиям. Ближе, конечно, маленькое агентство, которое ведет мало клиентов и очень хорошо это делает. Но, к сожалению, на моей практике такие агентства плохо выживают в российской действительности, потому что наш рекламный рынок, он несоизмеримо мал. И для того, чтобы на нем выживать, и если мы говорим про бизнес, то нужно обладать знаниями в разных услугах и нужно предоставлять набор услуг. А набор услуг – это, соответственно, разные роли, разные специалисты, и поэтому среднее агентство. Ответ – среднее агентство и много услуг. Сейчас очень много различных курсов – «Скиллбокс», «Макс», «Гикбрейнс» и других. Если бы вы выбирали курсы, куда бы пошли и почему? Я вообще все время развиваюсь и я стараюсь приобретать… Ну, каждый день я что-то узнаю про рекламу. Я не иду на курсы по рекламе. Мне очень интересен перформанс, мне очень интересна какая-то SEO, медийная реклама. Но я туда не иду, потому что это не мои услуги. Я бы, наверное, если бы нашел время для обучения, я бы поучился продюсированию кино. Вот это мне было бы интересно, потому что это можно было бы переложить на мою сферу или продюсированию музыканта. Вот я бы пошел в какую-то смежную креативную сферу, а не в рекламу поучиться. Вот, наверное, мой выбор не рекламные школы. А если совет, то я думаю, что самое лучшее обучение на икре, конечно. Лучше школы не бывает. Расскажите про самое странное или нелепое интервью в вашей жизни. У меня было несколько интервью разных. У меня было какое-то странное интервью, которое я давал то ли в Екатеринбурге, то ли в Перми каким-то трем старикам, которые мне задавали очень странные вопросы про рекламу. Я помню, что мне показалось это очень странным, потому что это были очень пожилые люди, которым, мне кажется, было лет по 85. Они были с длинными бородами и даже записывали меня на какую-то ВХС-камеру. Я не знаю, что это было, перформанс это был. Но этого интервью я нигде не видел. Я его дал, я отвечал на их странные вопросы про рекламу, но вот у меня остался какой-то такой осадочек. Это было действительно странно. Почему большинство конференций в последние годы перестали быть источником полезной информации и превратились в самопиар спикеров? Потому что не работают со спикерами владельцы конференций. Вот Мех, например, сегодня мне сказали, что они 8 репетиций делают перед выступлением. Это другое совсем. Поэтому есть качественные конференции, где спикеры готовятся, и для них это перформанс. А есть просто такая штука, что сейчас очень много инноваций, и люди просто перегружены количеством новинок, и очень сложно слушать, что постоянно что-то новое произошло. Поэтому я считаю, что сейчас больше преобладает вот сторитейлинг, интересный рассказ, драма в выступлении, и какая-то одна важная мысль, а не обзор трендов или кейсы. Поэтому я топлю за то, чтобы со спикерами работать и мотивировать их на выступление. Сейчас есть ощущение, что на рынке большие проблемы с поиском новых кадров. Молодежь неохотно идет в рекламу, а та, которая идет, хочет получать большие деньги, не имея опыта. Почему так происходит? Потому что, мне кажется, одна из причин, потому что их родители в детстве научили очень быстрым достижениям. То есть они берут ребенка, отправляют на плавание. Он за две недели чему-то учится. Это быстрое достижение. Еще за две недели он чуть-чуть делает прогресс. А потом очень долгий прогресс, только через полгода. Ему это надоедает, его отдают на гитару. Потом ему надоедает гитара через месяц, его отдают на химию. Химия надоедает на робототехнику. И вот у нас такое поколение людей сейчас выросло, которые везде позанимались. У них там 50 курсов, которые они поучаствовали. И тейквондо, и айкидо, и карате, и шахматы. И на лыжах я гонял, и на лошадях катался. И в итоге они привыкли к быстрым достижениям. И они приходят и хотят, чтобы у них сразу все было. Сразу. Не через 10 лет, не через 5, а через месяц. Если у них через месяц нету достижений, то они говорят, ади, у меня достижений нет. До свидания, ребята. Просто вот меня учили тому, чтобы долго чего-то добиваться. То есть усердным трудом добиваться какого-то результата. В институте, даже вот книгу редактируешь, если вот как бы это не очень быстрый процесс. И если ты хочешь действительно качественный результат получить, есть много редактур. Есть там, ну как бы в Советском Союзе была очень крутая школа редактирования. И книги научные выпускались не только потому, что там их редактор два раза прочитал. Были научные комиссии, кураторы, там, не знаю, было несколько редакторов, которые читали книги. То есть книга была продуктом каким-то, который делался год, два, три делался, понимаешь? А сейчас все делается за месяц. И как бы может быть это и хорошо. Может быть есть такой набор людей, которые как бы повестками живут. Вот сегодня что-то произошло, как бы надо в эту повестку вписаться. Завтра что-то новое, все, я кидаю то, чем занимался вчера, в новую повестку вписываюсь. И вот есть, у меня много таких клиентов, которые живут повестками. Они не живут стратегиями. И иногда это даже прекрасно работает, потому что стратегия устаревает, а повестка это что-то быстрое. Сейчас ты сел на эту волну, прокатился на ней и классно заработал каких-то лайков себе на странице. Не знаю, ну, я думаю, что... Ну, просто мой подход это скорее довольно такой усердный, долгий. И я люблю, как бы сосредоточившись, делать долго проект, чтобы он получился качественным. Чтобы я им гордился. В прошлом году этот вопрос задавал вам Русбейс, но мы продублируем его для наших подписчиков. Почему на Фейсбук вы Кайс Нобель? Ну, во-первых, потому что я в 97-м году начал пользоваться интернетом. И тогда в интернете все были анонимными. И у меня был никнейм. И, собственно, у меня был никнейм в лайв-жорнале. А потом там я завел Фейсбук и сделал никнейм в Фейсбуке. И для меня, вот я не понимаю, я до сих пор не могу понять, как социальные сети влияют на реальную жизнь. То есть вот для меня это все как бы шутка, для меня это все какая-то игра. И когда люди на меня в интернете обижаются за что-то и в реальной жизни мне там говорят, там что-то, там, не знаю, там... Или называют меня Кайс Нобель, для меня это звучит неприятно. Ну, то есть я не ассоциирую себя с вот этим персонажем в интернете. И это для меня, ну, какая-то игра. Но при этом я использую Фейсбук для деловой переписки, работы с клиентами, для, там, публикации каких-то наших анонсов. Но в целом это такой персонаж просто, который я придумал. У него есть определенное амплуа. И я не участвую в социальных сетях, как Виталий Быков. Мне это не нужно. Я даже вот с удовольствием бы удалил все фотографии, которые там есть мои. Но это довольно тяжело делать, потому что у меня какая-то есть такая публичная жизнь. И все время появляются там фотки. Но как бы я стараюсь не особо афишировать там свою личную жизнь. Хотя, ну, иногда выкладываю там смешные видео с детьми, со своими. Но, ну, как бы, вот я не то чтобы фанат того, чтобы на показ свою жизнь рассказывать. Где находите вдохновение? В книгах. Блогеры все еще эффективны? Начали быть эффективными. Продолжение следует...